Современное кино объединяет в себе искусство всех жанров и направлений. Это и танцевальное мастерство, и вокальное, и драматическое. И уж тем более его нельзя вообразить без инструментальной музыки. Все эти жанры были представлены на сцене детской школы искусств города Видное в концерте, приуроченном Году кино в России. Сегодня у нас тематика, которая предоставлена, представляет Год кино. Музыка из кинофильмов советских и не советских, из мультфильмов. В общем, очень добрая такая музыка, которую с удовольствием сыграют наши дети и наши преподаватели. Юные артисты исполняли песни из полюбившихся и давно ставших классикой фильмов, мультфильмов и популярных детских передач. Среди учащихся школы есть лауреаты международных конкурсов и премий. На международном конкурсе в Московской консерватории Влад занял третье место. И он продолжает каждый день оттачивать свое мастерство. Некоторые переезды, некоторые переходы со страны на страну. И некоторые штрихи, их тоже очень нужно оттачивать, чтобы в каждом произведении есть определенный штрих, который нужно не то, что отточить, а выучить, чтобы было все хорошо. В школе считают, чтобы в ребенке раскрыть таланты, нужно, чтобы его воспитанием занимались талантливые педагоги. Людмила Буркацкая одна из них. Она окончила Российскую академию музыки имени Гнесиных по классу балалайки. В школе работает недавно, но уже успела подготовить своего ученика Артема Шехудинова к международному конкурсу в Петербурге, на котором он занял второе место. Вообще нет неталантливых детей, все дети абсолютно, все талантливые. Только это надо дойти. Естественно, есть звездочки, которые прирожденные уже музыканты. Пусть наш сегодняшний кейматограф несколько уступает великому советскому кино, но с такими талантами его наверняка должно ждать блестящее будущее. Илья Кремнев, Владимир Бижонов, Анастасия Мурхонова. Видное ТВ.